Денег, которые Укрокабмин выделил на образование и медицину Днепропетровской области, хватит только до октября. В результате в городе закроется каждая шестая школа, а каждый шестой учитель будет уволен. Об этом заявил народный депутат Александр Вилкул. По словам политика, под видом децентрализации правительство разваливает систему образования и здравоохранения. Впервые финансирование школ и больниц происходит не из местного бюджета. Киев забирает все налоги себе, а потом целевыми субвенциями направляет деньги в регионы. Однако эти субвенции настолько мизерные, что не покрывают даже самые необходимые расходы, в том числе социально защищенные. Зарплату, энергоносители, бесплатное питание детей из малообеспеченных и многодетных семей. Результат налицо. Школы, больницы, медсанчасти и амбулатории поставлены на грань выживания. Так, объем медицинской субвенции, предусмотренный на содержание медсанчасти в желтых водах, меньше плана практически в два раза. Аналогичные ситуации в Павлограде, где из-за последних бюджетных новаций без медицинского обслуживания могут остаться более 30 тысяч жителей западного Донбасса. Уже сегодня власти планируют сократить количество больниц и школ в Покровском, Межевском, Царичанском и Софиевском районах, отметил Вилкул. Депутат также сообщил, что благодаря такой политике государства в Кривом Роге под ударом оказались пять детско-юношеских спортивных школ. Ранее они финансировались из фонда социального страхования. Чтобы 2000 криворожских детей не остались без спортивных занятий и тренировок и найти 1,8 миллионов гривен на содержание детско-юношеских спортивных школ, местным депутатам пришлось пожертвовать ремонтом крыш. Всего в 2015 году Днепропетровская область недополучит от государства в виде медицинской субвенции 802,5 миллионов гривен, а областное образование недосчитается 390 миллионов гривен. В результате денег хватит только до половины октября. В ноябре и декабре платить зарплаты будет уже нечем, на электроэнергию денег тоже не останется. Депутат потребовал от Кабмина выделить из госбюджета дополнительно 1,2 миллиарда гривен на содержание образования и медицины Днепропетровской области. Редактор субтитров А.Семкин